и так доброе утро всем еще раз смотрите эта лекция может называться примерно так то что то что вам нужно будет знать про производную на что не легло в общую канву курса поэтому она стоит немножко особняком вот но давайте давайте про это все немножко поговорим первое первая вещь который хотел сегодня обсудить это частные производные в принципе это материал курса следующего года материал курса анализа нескольких переменных но поскольку в разных других курсах у вас возникнут задач которые требуют частных производных мы с коллегами решили что будет полезно если чуть-чуть чуть-чуть я про это не расскажу сейчас значит частные производные эта история про функции нескольких переменных в принципе функции несколько переменных это не то чтобы какая-то была сильно новая наука да мы уже привыкли к тому что у нас когда записываются какие-то функции допустим можно написать f от x и сказать что это есть в функции которая зависит от кончей дополнительного параметра скажем а x квадрат плюс а квадрат x чем в таком роде и вот если я так записываю я могу думать про а как про какой-то параметр дополнительный но могу просто думать что у меня есть функция от двух переменных от переменной x и переменной а можно записать также от x а x квадрат плюс а квадрат x и дальше можно допустим подставить какие-то конкретные значения x а я скажем 2 и 3 и получить 3 умножить на 2 в квадрате плюс чего там у нас 3 в квадрате умножить на 2 чем в таком роде вот но здесь я в качестве переменных которые я использую выбрал x и а просто слушание в предыдущем примере такое было но понятно что можно обозначать аргументы разными буквами можно рассмотреть какую-нибудь функцию h от x и y который есть синус x квадрат плюс y в таком роде вот и принципе это как бы естественная ситуация на самом деле в какой-то мере неестественная ситуация который мы рассматривали раньше когда у нас все зависимости были функциями одной переменной потому что как правило модели которые нам интересны как правило они связывают значение какой-то переменная со значениями каких-то других переменных нескольких у вас какая-нибудь там чего-нибудь как правило более-менее любой любая переменная в реальной жизни зависит от кучи разных факторов и наши модели должны это учитывать вот поэтому естественно образом возникают функции нескольких переменных про функции нескольких переменных можно думать как про функции которые заданы не на прямой а допустим вот если это вас функции двух переменных то это функция которая задана на плоскости потому что x и y это теперь пары чисел аргументом функции h является не одно число два числа а два числа задают точку на плоскость и там можно строить всякие разные геометические конструкции говорить про то что такой график функции нескольких переменных и так далее но я сейчас этого делать не буду я скажу про какие-то простые вещи связанные с дифференцированием смотрите если давайте посмотрим вот как бы мы могли бы ввести понятие производные для функции нескольких переменных в чем здесь проблема дело в том что когда мы рассматриваем функцию одной переменной ну у нас как бы жизнь очень простая мы можем думать про эту функцию как про закон изменения чего-то с течением времени и дальше говорить о насколько быстро или медленно растет наши величина с течением времени у нас есть у нас есть как бы одна переменная время которое нам позволяет про которое мы можем про который мы можем это спрашивать вот когда у нас есть несколько переменных возникает вопрос ну как бы мы не можем их все сразу интерпретировать как время и возникает вопрос а что тогда делать как тогда вводить понятие производные в этой ситуации ну и самое такое простое понятие которое с этим связано это понятие частной производной а именно частная производная и это такая штука и это мы как бы делаем вот обратный переход мы думаем про нашу функцию двух переменных как про функцию одной переменной которая от другой переменной зависит как от параметра то есть например давайте посмотрим на эту функцию h от x и крик допустим я фиксирую какое-то значение y и рассматриваю h как функция которая зависит только от икса да давайте я введу какую-нибудь новую функцию допустим с вот x давайте зафиксируем какой-нибудь зафиксируем какой-нибудь y 0 и возьмем s от x которая равняется h от x и крик и теперь давайте посмотрим на производную функции с значит это производная это просто производная функция одной переменной и с точки зрения функции h она будет обозначаться так мы скажем что это производная функция h по переменной x ну вот в какой-то точке x и крик 0 значит вот это вот определение того что такое частная производная значит вот это частная производная h по переменной x ну на самом деле например посчитать производную считать частную производную в какой-то мере проще чем объяснить что это такое давайте возьмем вот для той функция h которая у меня здесь написано вот для этой и давайте частную производную найдем h штрих от x и y значит это просто означает то что я сейчас считаю производной именно по иксу означает что y я считаю должен считать параметром я начал с того что сказал что вот у меня была функция от переменной x параметром а а можно про нее думать как про функция двух переменных а сейчас я делаю в как мере обратное преобразование я говорю что у меня была функция двух переменных от x и y я y теперь считаю параметром я его зафиксировал а дифференцирую эту штуку по x ну давайте смотреть что получается все стандартные правила дифференцирования по-прежнему продолжают работать можно пользоваться правилом дифференцирования сложной функции например и сказать что производная вот этой штуки давайте перепишу чтобы было понятно x квадрат плюс y штрих это есть производная синус это косинус значит дальше аргумент никак не меняется как обычно и дальше я должен умножить это на производную x квадрат плюс y опять же по иксу значит дальше этот косинус таким был таким и остался ничего с ним не происходит а когда дифференцирую вот эту штуку чего у меня происходит здесь значит производный x квадрат по иксу это просто 2x а производная y по иксу чему равна нулю нулю поэтому получается просто 2x то есть ответ 2x косинус икс квадрат плюс икс вот значит это первый пример вычисления частной производной вот ну а давайте раз уж на то пошло давайте вычислим производную частную производную h по y что это такое ну и x константа да это просто косинус x квадрат плюс икс ну и ничего не добавляем и все да потому что да потому что дальше нам нужно было продифференцировать x квадрат плюс икс по иксу тоже константа и значит нас остается производная игрека по игреку это просто единица вот ну вот такая вот штука что показывает частная производная она показывает как меняется значение h если мы будем менять соответствующую переменную по которой мы дифференцируем сохраняя другую переменную по стоянке радик выключи микрофон вот значит можно думать про это так вот смотрите я мог бы давайте я все-таки нарисую картинку с графиком вот как устроена как нарисовать график функции нескольких переменных ну вот допустим у меня здесь будет переменная x здесь y а график будет вот такой поверхности в пространстве в трехмерном пространстве значит над каждой точкой x и y я могу нарисовать вот здесь у меня допустим пусть будет точка x 0 и y 0 и я ее поднимаю вверх на высоту равную f от x 0 и y 0 получается вот такая вот такой вот график графиком является такая какая-то поверхность или можно думать про то что вот у меня на плоскости в каждой точке плоскости у меня задано значение моей функции то есть как бы у меня в каждой точке написано по числу вот но представить себе что в каждой точке написано по числу не очень просто представить себе график функции нескольких переменных вот в виде какой-то поверхности какой-то мере проще но я сейчас не очень хочу в это углубляться потому что я говорю что это тема отдельного курса вот но давайте я сформулирую некоторую теорему а именно необходимый признак необходимые условия экстремума экстремума функции нескольких переменных я сейчас пока что приводил примеры для функции двух переменных но в принципе это все легко адаптируется и на случай нескольких переменных значит вот смотрите я хочу сказать следующее что пусть какая-то функция f от x и y имеет частные производные в окрестности точки даже пусть не в окрестности а просто в точке x0 и y0 тогда если точка x0 и y0 является локальным максимум или минимумом тогда производная по иксу в точке x0 и y0 и производная по игреку в точке x0 и y0 должны обе равняться ну почему это так потому что давайте представим себе что какая-нибудь из этих производных не равных не равна пусть от противного например f штрих по x в точке x0 и y0 не равняется нулю ну что это означает давайте давайте просто посмотрим на функцию которая будет зависеть только от икса и которая будет f в точке x и y0 ну если мы ее двигаем чуть-чуть ну вот как у нас была похожая теорема там если дельта x положительный то получается ну у нас производная предположим больше нуля то получается с от x будет больше если дельта x чуть больше нуля если меньше нуля то меньше нуля и получается это не максимум или минимум да совершенно верно мы просто мгновенно сводим задачу к исследованию функции одной переменной потому что мы можем рассмотреть вот такую вот функцию s которая есть просто функция f зафиксированной второй переменной причем в качестве второй переменной значить в качестве значения второй переменной просто выбираем ту самую точку y0 то есть как бы вот у нас есть ну вот как это выглядит на картинке смотрите у меня есть x у меня есть y я зафиксировал здесь точку x0 и y0 и ее изучаю на то максимум она или нет и естественно сейчас я просто говорю что давайте мы ограничим нашу функцию на горизонтальную прямую которая проходит через точку y0 то есть будем интересоваться тем как у нас меняется значение нашей функции f вот вдоль этой прямой эта функция одной переменной если ее производная положительно то это означает что мы можем сдвинуться это означает что если мы сдвигаемся вправо у меня функция значение функции становится больше если сдвигаюсь влево то наоборот меньше ну по крайней мере для маленьких смещений существует такая дельта больше нуля что для всех дельта x ну давайте потребую чтобы дельта x было меньше дельта а s от x0 плюс дельта x будет меньше чем s от x0 а s от x0 минус дельта x будет наоборот больше чем s от x0 ну понятно что можно все это переписать в терминах функции f и заметить что это означает что . x0 y0 не является ни точка максимума ни точка минимума с 0 плюс дельта x и y0 можно вопрос давайте сверху написано тогда если x0 y0 является локальным максимумом то есть локальный максимум для максимум для функции f локальный максимум для функции f то есть как определяется локальный максимум для функций нескольких переменных, но точно так же, как для функции одной переменной. То есть это означает, что у вас значение функции в этой точке, допустим, если это максимум, то оно должно быть больше либо равно, чем значение функции в какой-то окрестности этой точки. Должна найтись такая окрестность, что если я ограничу x0, y0 на эту окрестность, то значение в точке x0, y0 будет самым большим, по крайней мере, не меньше, чем в остальных точках. Окрестности здесь можно рисовать разные. Можно, например, для простоты рисовать вот такие квадратные окрестности. Декартово произведение окрестности по x и окрестности по y. Например, так. В принципе, неважно, какие окрестности рисовать. Если вы хотите рисовать круглые окрестности, то вы внутрь любой круглой окрестности можете вписать квадратную. Поэтому, например, если нашлась круглая окрестность, в которой точка является максимумом, то найдется и квадратная окрестность. И наоборот, вы в любую квадратную окрестность можете вписать круглую. Поэтому если найдется квадратная окрестность, то найдется и круглая окрестность поменьше. Поэтому квадратный круглый окрестность эквивалент. Хорошо. Так что видно, что действительно, если у нас производная положительная, то точка не является точкой максимума. Ну, если отрицательно, то то же самое. А что у нас является локальным максимумом функции двух переменных? Локальный максимум функции двух переменных – то же самое. То же самое, что локальный максимум функции одной переменной. Давайте я сейчас напишу определение. Я просто попробовал на функции x квадрат и y квадрат. У меня получилось 2x по x производной и 2y по y. Я вот здесь как бы не понимаю, когда обе производные равны нулю, как бы это не максимум вообще. Вот у меня такая просто... Это минимум, потому что это же параболы утерми вверх. Значит, если у вас вот такая функция, то ее минимум глобальный – это точка 0,0. Минимум точки 0,0, потому что во всех остальных точках… f от x, y будет больше либо равняться, чем f от 0,0. Значит, это верно вообще для любых иксов и веков. Но это в данном случае оказалось еще и глобальным минимумом, а никаких максимумов у нее нет. Смотрите, а можно вопрос? Можете чуть повыше подняться? Когда мы брали производную s от x, и она больше нуля, а мы знаки не перепутали дальше, когда писали определение, если производная больше нуля. То есть мы сдвигаемся чуть-чуть… Перепутали, 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 вот так же. Да. Да, вы правы. Вот. Значит, был вопрос про то, что такое минимум, а что такое максимум функцийских переменных. Нужно написать формальное определение или нет? Ну, я же тебе напишу, пожалуйста. Давайте напишу. Значит, давайте можно сказать так. Значит, точка x0, y0 является локальным, допустим, минимумом функции f. Давайте я сейчас попрошу… Хотя ладно, не так нормально. Значит, является локальным минимумом функции f, если существует такая дельта, что для всех x, принадлежащих у дельты x0, для всех y, принадлежащих у дельты y0, и если x, y принадлежит области определения f, то… Значит, я просил локальный минимум, значит, f от x, y будет больше либо равняться, чем f от x0, y0. Что здесь происходит? Ну, вот у меня в общем определении, по крайней мере, в том, как мне хочется его вводить, у меня нет требования, чтобы функция была бы определена в полной окрестности точки x0, y0. Может так оказаться, например, что функция определена на… так что точка x0, y0 является граничной точкой области определения. То есть может оказаться, например, что у вас функция определена только вот где-нибудь вот здесь, вот в этой области. Ну и не страшно. Все равно точка на границе может быть точкой локального максимума или локального минимума. Значит, это означает, что… Ну вот я разрешаю отступить от y на какую-то дельту, разрешаю отступить от x на какую-то дельту. И вот мне нужно, чтобы во всех тех точках, в которых значение функции определено и которые лежат вот в этом квадратике размером дельта вокруг точки x0, y0, чтобы вот везде, везде вот здесь значение функции было бы больше либо равно, чем вот в этой точке. Вот определение локального экстрема. А в локальном экстреме мы именно говорим, что больше либо равно, а не просто больше. Ну, обычно, когда просто пишут локальный минимум, локальный максимум, пишут нестрогое неравенство. Если нужно именно строгое, то это отдельно уточняют. Как правило, так. На самом деле в функции нескольких переменных все гораздо хитрее с тем, чтобы написать достаточные условия экстремума. С функцией одной переменной мы его написали довольно быстро. Условия, которые пишутся либо через возрастание, убывание производной, либо через вторую производную. В случае функций нескольких переменных все становится гораздо хитрее. И в некотором смысле для того, чтобы понять, как оно записывается, вам нужно перед этим прослушать курс линейной алгебры. Вот значит, такая положительная определенная квадратичная форма. И после этого вы можете там написать какие-то критерии, какие-то достаточные признаки. Соответственно, необходимый признак, он вот такой, как я написал. И он очень похож на соответствующий необходимый признак. Не необходимый признак, необходимые условия. Значит, необходимые условия, такое же, как в случае функциональной переменной в какой-то мере. Вот. Ну вот, пожалуй, то, что я хотел рассказать про частные производные. Значит, есть ли еще какие-то вопросы на эту тему? Можно такой вопрос, да? То есть мы знаем, что если это там точка локальной максимум или минимум, то у нас частные производные равно нулю. Но это же, наверное, опять необходимое и достаточное условие. Да, 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 конечно. Это опять необходимые условия. Да, опять недостаточно. Но я, как уже говорил, для того, чтобы понять, как устроены достаточные условия, вам нужно прослушать курс линейной алгебры, который вы послушаете в следующем семестре, а потом послушать курс анализа функционерских переменных, который вы прослушаете еще через семестр. Вот. Так что сейчас некоторые забегания вперед. Ну, в некоторых случаях удается доказать, что какая-то точка является точкой локального экстремума, локального минимума, допустим, и без большой науки. Ну, вот, например, вот здесь, видите, я только что доказал, вообще безо всякой большой науки, что точка 0,0 является точкой минимума для вот такой функции, x квадрат плюс y квадрат. Ну, просто потому что мы знаем, что значение в этой точке равно 0, а у всех остальных не меньше просто, потому что квадраты не отрицательны. Вот. Ну, вот в каких ситуациях это удается так сделать, а в каких других не удается. Так что тут большая наука. Вот. Ну, что, еще вопросы? Хорошо. Ну, поехали тогда дальше. Следующая история будет такая. Значит, следующая история про дифференциалы. Ух, это такая штука, которая всех пугает. Меня тоже пугало в свое время. И, с одной стороны, я, на самом деле, никогда не любил включать понятие дифференциала в курс анализа одной переменной, потому что, мне кажется, что она сейчас выглядит немножко искусственным. Вот когда у вас будет анализ нескольких переменных, перед этим будет линейная алгебра, вы увидите, как там все со всем связано, и там она возникает в некотором более простом способе. Вот. Но так оказывается, что удобно использовать понятие дифференциала в разных вычислениях, хотя оно, в общем-то, не дает ничего нового в случае функциональной переменной, но его удобно использовать в записи некоторых вычислений, и поэтому другие преподаватели, в частности, на экономических курсах, это понятие используют. И поэтому я сейчас про него попробую рассказать, но надеюсь, что это немножко упростит вашу жизнь в следующем семестре. Значит, вот смотрите, давайте я напомню, что функция, если она дифференцируема, значит, у нас будет такое напоминание. Значит, если f дифференцируема в какой-то точке x0, то есть существует производная, то f от x0 плюс дельты x представляется в таком виде. Это f от x0 плюс f' от x0 на дельты x плюс, ну, давайте я напишу о маленькой от дельты x. Напоминаю иллюстрацию, которая здесь есть. Значит, вот у меня какая-то функция. И я говорю следующее, я говорю, что если я сдвинусь из точки x0 куда-нибудь в точку x0 плюс дельта x, то у меня есть такое приближение к графику функции, а именно есть касательная, которая записывается как... Значит, это прямая, у которой устроена так. Это есть y равняется f от x0 плюс как раз f' от x0 умножить на дельту x. То есть я говорю, что если я сдвинусь на x0 вправо по x, то я сдвинусь вверх вот в точности на величину, которая равна f' от x0 умножить на дельту x. Вот здесь возникает, если я думаю про эту касательную, возникает такая линейная функция. Мне будет удобно думать про вот эту функцию, именно как функцию от дельты x. То есть мне хочется посмотреть на вот эту прямую, но так, как будто бы она нарисована не в исходных моих осях, а в осях, которые проходят через точку на графике, которая лежит над x0. В этом случае эта функция просто будет записываться вот так. Это просто f' от x0 умножить на дельты x. Давайте я ее обозначу через l от дельты x. Но вот если я думаю про эту функцию именно как про функцию дельты x, то есть если у меня x0 фиксировано, то у меня определена вот такая вот функция l. Значит, для каждого значения x0, где f' от x0 существует, определена своя функция l от дельты x. Эта функция замечательна тем, что она как раз задает нам вот это вот самое уравнение касателей. То есть она показывает, как меняется значение моей функции f, когда x находится где-то рядом с точкой x0. И эта функция от приращения аргумента, то есть вот от этого самого дельты x. Вот эта функция, это какая-то линейная функция, она всегда имеет вид константу умножить на дельту x. И эта функция называется дифференциалом функции f в точке x0. Вот, то есть дифференциал он всегда имеет вот такой вид. это всегда производное умножить на приращение. Ну, для функции одной перемены это всегда так. И, казалось бы, возникает вопрос, зачем было городить какой-то дополнительный огород, зачем нужно вводить новое понятие дифференциала, если оно фактически... Ну, как бы, что такое дифференциал? Это вот такая вот линейная функция без свободного члена. И понятно, что любая такая линейная функция, то есть любая линейная функция, у которого график проходит через начало координат, она просто задается одним числом, коэффициентом соответствующим. И понятно, что это коэффициент равенопроизводный, и не совсем понятно, зачем вообще вводить новое понятие. Ну, вот оказывается, что бывает полезно, особенно это бывает полезно в случае функционерских переменных. Но для нас сейчас тоже будет немножко полезно. Сейчас, чуть-чуть попозже, увидите, почему. Давайте я приведу какой-нибудь пример. Вот пусть у меня функция... Пусть у меня есть функция f от x равняется x. Найти ее дифференциал. Ну, один. Смотрите, дифференциал – это функция. Дифференциал – это не число, это не производство. Дельта x? Дельта x, да. Значит, вот ее дифференциал в любой точке. Значит, ответ такой. В любой точке. x0 дифференциал. Дифференциал нашей функции – это просто дельта x. L от дельта x равное дельта x. Смотрите, дифференциалы принято обозначать так. Значит, df. df – это обозначение для дифференциала. Иногда указывают явно, что этот дифференциал посчитан в какой-то конкретной точке. Можно написать, например, вот так. Поставить палочку, поставить и написать тут x0. Но довольно часто этот самый x0, точка, в которой дифференциал считается, довольно часто его опускают. Иногда пишут вот так. Но тут нужно быть осторожным, потому что на самом деле нужно понимать, что вот эта вот штука – это на самом деле функция не от x0, а вот в самом деле вот эта вот штука – это функция от какого-то дельты x. Но в разных x0 это разная функция. Вот это вот вызывает тут существенные трудности, потому что у нас получается фактически такой набор функций, который зависит от точки. В общем, давайте пока думать про то, что давайте я буду использовать вот такое обозначение. Значит, дифференциал, взятый в точке x0. Соответственно, если у нас есть функция, которая называется просто f от x равняется x, то как обозначить ее дифференциал? Ее дифференциал обозначает просто dx. Значит, dx – это… Получается, что это такая функция, которая просто dx от дельты x равняется дельты x. Давайте еще какой-нибудь пример рассмотрим. Извините, пожалуйста, вы же только что сами написали, что запись должна быть df, палочка x0, а почему сейчас вы пишете вот так? Давайте я напишу, что это в любой точке x0, это верно. Хорошо. Вне зависимости от того, в какой точке я беру производную вот этого dx, а представьте, у меня получается функция, которая просто вот так устроена. Окей, а почему здесь это dx, а там было df? Потому что у меня функция называется f от x равняется x. Поэтому я пишу, поэтому я называю дифференциал dx. А, все, поняла. Мы просто как бы функцию изменили на… Ну, да. Ну, то есть, в принципе, если бы это у меня было бы новое, вот давайте представим себе, что у меня сейчас есть функция. f от x равняется, скажем, 2x плюс 3x квадрат. Тогда, если я напишу df, ну, можно написать так, что это дифференциал от вот такой вот величины. То есть, как бы я вместо f подставляю сюда то, чему это f равно. И получается такая штука. Ну, скажите мне, чему равняется дифференциал? Что за функция такая получается? 2Δx плюс 6Δx в квадрате. Смотрите, Δx в квадрате там точно никакого не может быть, потому что у меня дифференциал – это всегда линейная функция. 6x на Δx? Да. Ну, здесь как раз возникают проблемы, что мне нужно все-таки одновременно учитывать зависимость и от x, и от Δx. Но, окей, давайте я сейчас напишу так, что вот пусть у меня это будет df в какой-то точке x0. Давайте я здесь тоже скажу, что это все будет в какой-то точке x0. И, значит, давайте посмотрим, что у меня получается. Значит, я должен найти производную функции f' в точке x0. Это будет 2 плюс 6x0 в квадрате. Правильно? И, соответственно, мой дифференциал… Просто 6x0. Да, вот так. Никого квадрата. 6x0. Вот. И теперь, значит, соответственно, чтобы найти дифференциал, давайте я сразу напишу, что вот это вот у меня будет такой дифференциал, который на самом деле считается в точке Δx. И давайте здесь я тоже напишу, что вот я считаю его значение в точке Δx. И это будет функция, которая устроена так. 2 плюс 6x0 умножить на Δx. А у нас все дифференциалы считаются в точке Δx, получается. Смотрите, дифференциал по определению – это функция, которая зависит от Δx. А вот в какой точке? Вот как бы у нас здесь есть… У нас вот в этой вот формуле есть как бы две переменные. Есть переменная x0, есть переменная Δx. Когда я говорю про дифференциал, я думаю так, что я x0 зафиксировал, то есть я выбрал конкретную точку, в которой я строю касательную. И дальше я думаю про вот эту вот самую касательную. Касательная – это штука, которая задается какой-то линейной функцией. И вот эта самая линейная функция, как функция от Δx – это и есть мой дифференциал. То есть дифференциал – это вот эта вот штука, как функция от Δx. Но при этом эта функция может быть разной в разных x0. То есть в зависимости от того, какой x0 я зафиксирую, допустим, у меня здесь была одна моя функция, а взял другую точку, другой точку x0, у меня получилась какая-то другая функция. Да, понятно. Ну то есть в дифференциале, когда мы пишем, у нас там получилось 6, да, именно x0. Вот это вот как бы коэффициент, который зависит от x0. А сама функция всегда устроена так, что этот коэффициент умножить на Δx. Можно вопрос? А как он считается Δx в нашей новой функции? Он от чего считается? От начала координат или… Значит, Δx всегда считается, это всегда превращение от x0. А вот эта x0 – это не то же самое, что… Вот эта x0 – это то же самое, что вот эта x0. А, окей. Все, хорошо. Вот от ровно того x0, которое здесь написано. Можно вопрос? Если у нас как бы дифференциал по определению Δx, зачем мы еще раз написать, что у нас Δx? Ну, нет, как бы здесь я просто хочу написать верное равенство. Верное равенство состоит в том, что значение этого дифференциала в точке Δx вычисляется вот таким образом, вот по этой формуле. Если бы я не написал бы здесь, в скобочках Δx, то вы бы меня могли бы спросить, вот почему у вас в правой части есть Δx, а в левой части нет Δx? Да. То есть дифференциал – это просто всегда производный на Δx на самом деле? Да. Вот теперь действительно кажется странным, что у нас есть специальное обозначение для этого. Да, действительно странно, но в некоторых ситуациях бывает полезно. Ну, вот я говорю, что это немножко все контринтуитивно по первому времени, но я всегда этого избегал на курсе анализа одной переменной, но с другой стороны, чем раньше начнем разбираться, тем быстрее разберемся. Я думаю, что я понял, что такое дифференциал, ну, так, заведомо не на первом курсе, но с другой стороны, может быть, нам не очень хорошо это объясняли. Не знаю, получится ли у меня лучше. Хорошо, но на самом деле сейчас все будет еще веселее, потому что давайте вот что заметим. Смотрите, вот у нас есть вот такое вот обозначение для дифференциала. Теперь можно заметить такой факт. Можно заметить, что вот эту производную, что этот дифференциал, который я сейчас написал вот здесь, его можно представить в таком виде. Можно сказать, что это какой-то коэффициент умножить на dx. Ну, собственно говоря, можно написать так. Можно просто сказать, что вот эта вот штука, которая у нас здесь написана, что это просто 2 плюс 6x0 умножить на dx от дельты x. Ну, потому что dx от дельты x – это просто дельты x. Сейчас, я думаю, что у всех сейчас полное недоумение в глазах. Я ваших глаз не вижу, но подозреваю, что это так. Значит, не, про дифференциалы я понял где-то в курсе на третьем, наверное, когда, может быть, когда начал преподавать, не знаю. Вот. Значит, у вас, я думаю, полное недоумение в глазах, зачем мы огородим такой огород. Ну, мне трудно в данный момент его хорошо развеять, потому что чуть-чуть позже будет, я надеюсь, более понятно. Смотрите, что у нас получилось. Теперь можно вот это равенство записать таким образом. Можно сказать, что df – от x в точке x0 равняется, ну, давайте, от дельты x. Это есть 2 плюс 6x0 умножить на dx от дельты x. А теперь давайте я для краткости скажу, что я больше не буду писать вот эту зависимость от дельты x справа и слева. Ну, как бы это одно и то же, одно и то же, одна и та же операция. И, в общем, можно ее опустить. Можно просто сказать, что df от x, взятый в точке x0, это есть 2 плюс 6x0 умножить на dx. А еще можно не писать вот этого уточнения про то, что все это считается в точке x0. Давайте я просто буду писать так. df от x в данном случае это 2 плюс 6x умножить на dx. Ну, и вообще, да. Ну, и вообще, можно написать так, в общем виде df от x, это есть f штрих от x, умножить на dx. dx это функция, которая просто dx от дельта x равняется дельта x. Поэтому, в общем, то, что здесь написано, это то же самое, что было написано раньше. Это то же самое, зачем мы тогда так пишем? А это разве не то, что мы делали, когда интеграл вычисляли примерно? Мы же то, что на dx в конце записали. Да, вот тот dx, который в интеграле, на самом деле связан с вот этим dx, который здесь написан. И когда мы будем обсуждать формулу замены переменных в интеграле, это будет совсем явно видно, что это тот же самый dx. но сейчас все может выглядеть немножко странно. Ну, хорошо, давайте я теперь сделаю следующее действие, а именно скажу, что раз у нас есть вот такое равенство, давайте я поделю все на dx и скажу, что f' от x это есть df от x по dx. И я таким образом получаю штуку, которая называется обозначение Лебница для производной. Значит, это новое обозначение производной называется обозначение Лебница. А зачем мы делали всю вот эту цепочку действий, если мы могли просто сказать, что по определению дифференциала вот это верно? В смысле, что, вот это? Нет, нет, вот то, что обозначение Лебница. Или вот это? Просто вы же сами когда-то определили дифференциал под производную умножить на dx. Да, да. Значит, но я мог бы… Нет, в принципе, как правило, в курсе анализа говорят, что вот это – это просто такое обозначение для производной, а вот эти вот dx и df – это непонятно что, некоторый такой единый символ – df по dx. Значит, такой подход имеет право на жизнь сказать, не объяснять, кто такой отдельно, кто такой отдельно df и кто такой отдельно dx, а просто сказать, что вот это такое обозначение для производной. Но я хочу… Значит, мне сейчас нужно будет, чтобы на самом деле было все-таки понятно, кто такой df, кто такой dx, и поэтому мне пришлось немножко про это поговорить. Вот. Ну, пока что можно думать просто вот про то, что у нас есть вот такое обозначение для производных. Значит, чем это обозначение замечательно? Замечательно оно тем, что с помощью него можно очень легко записывать всякие теоремы теоремы типа производной сложной функции или производной обратной функции. Значит, сейчас будет еще одна странная вещь. Вот смотрите. Давайте пусть у меня есть какая-нибудь функция типа y равняется f от x. И тогда я могу написать, что f' от x, я могу ее записать как df от x по dx. Иногда вот эта вот зависимость от x убирают, как бы не пишут, опускают. Но с другой стороны, вот если я знаю, что у меня y – это есть f от x, тогда я могу вот эту же штуку написать как dy по dx. подразумеваю, что y – это не какая-то абстрактная переменная, а подразумеваю, что y – это как бы переменная, которая зависит от x. Вот с помощью вот этой вот зависимости. Так довольно часто делают. Вот. Теперь давайте посмотрим, чем хорошо вот эти вот обозначения лимбниц. давайте вспомним про какую-нибудь теорему о производной сложной функции. Значит, есть у нас какая-нибудь такая штука. Допустим, у меня есть x, здесь у меня есть y, а тут у меня есть z. И давайте пусть у меня здесь есть какая-нибудь точечка x0. она отображается с помощью функции f в какую-нибудь точечку y0, а с помощью какой-нибудь еще функции g она отображается в точку z0. Давайте я даже уберу здесь нолики. Просто вот у меня есть такая зависимость трех переменных между собой. Значит, y зависит от x с помощью функции f, z зависит от y с помощью функции g. Ну, а можно думать так, что z зависит от x с помощью их композиции. То есть, в принципе, я могу как бы взять вот за эту точку и начать ее двигать сюда, вверх-вниз. У меня будут двигаться y и z. А могу, в принципе, если у меня f и g взаимно однозначное отображение, могу наоборот взять вот эту точку и двигать ее тоже вверх-вниз. И тогда вот эти вот точки x и z будут двигаться каким-то соответствующим образом. То есть, в принципе, я могу думать, что у меня просто есть вот какая-то зависимость между этими тремя переменами. И дальше я могу интересоваться всякими производными, которые эта зависимость описывает. То есть, я, например, могу спросить, как зависит z от x? Или я могу спросить, как зависит z от y? У меня получатся два разных ответа, две разные производные. Ну вот, давайте я покажу, как это записывается. То есть, мы все это обсуждали, но давайте я покажу, как это записывается с точки зрения дифференциалов и обозначений лемниц для производных. Значит, вот можно сказать так, что у меня есть функция z равная g от f от x. И ее производная, ее можно записать так. Это и есть dz под x. Потому что это штука, которая показывает, как зависит z от x, как меняется z, когда меняется x. И давайте теперь посмотрим на две других производных. Значит, у меня есть зависимость y равняется g от x. и g штрих от x записывается как... Ой, от y, конечно. g зависит от y. Значит, это зависимость dz по dy. А еще у меня есть зависимость y от x. Извините, а как у нас получается y равняется g у? Ой, не y, конечно, z. А y равняется f от x. Соответственно, f штрих от x, это есть d... d что по d чему? d y или по d x? d y на d x, да. Вот. И теперь... Теперь можно заметить, что у нас есть правило производной сложной функции. Оно говорит, что g от f от x штрих равняется g штрих в точке f от x умножить на f штрих от x. Если его записывать теперь в терминах вот в этих вот обозначениях, то получается такая штука. Значит, dz по dx это есть d z по dy умножить на dy по dx. Значит, тут хорошо бы, конечно, сказать, в каких точках. Значит, вот этот d z по dy берется в точке y равняется f от x. Но вот эту часть довольно часто опускают. Довольно часто просто пишут, что это есть d z по dy на dy по dx. Вот. Чем такая запись приятна? Ну, тем, что равенство становится очевидным. Нужно просто здесь dy сократить, и все получается. С одной стороны, это имеет смысл. Это не доказательство теоремы производной сложной функции, но это такая ключевая идея этого доказательства. И вот в этих обозначениях теорема производной сложной функции становится приятно записанной. Давайте теперь посмотрим на теорему об обратной функции. производной обратной функции. Значит, вот у меня есть функция f от x, и пусть у меня y равняется f от x. Значит, опять же, давайте я так это нарисую. Вот у меня здесь есть x, здесь есть y. Значит, тогда можно сказать, ну, хорошо, если y равняется f от x, то можно наоборот выразить x, как f в минус первая от y. Дальше мы знаем, что теорема производной обратной функции, мы знаем, что f в минус первой от y штрих, это есть единица на f штрих от f минус первой от y. Теперь давайте посмотрим, как это записывается в обозначениях леплицы. Значит, получается какая-то такая штука. у нас есть производная f штрих от x, это есть d y по dx. А обратная обратная функция, это есть значит, f минус первый от y штрих. это есть единица разделить на d y по d x. Ну, взятая там в подходящей точке. Но, с другой стороны, можно думать так, вот смотрите, у нас есть зависимость между x и y. Как обозначить вот эту производную, производная обратная функция с помощью вот этих d x и d y. d x давай. Да, нужно просто поделить d x на d y. Ну, и если я использую вот эти обозначения, то совсем понятно, что, ну, как, d x поделить на d y, это все равно, что единица разделить на d y, деленная на d x. Просто операции с дробями. Вот. Так, а можно еще раз, почему правая часть равна единице на d y и на d x? Вот эта часть, вот эта часть, это называется теорема производной обратной функции. d y под d x это просто производная f, а это производная обратная функция, то есть это единица разделить на производную f, взятую в подходящей точке. Я правильно понимаю, что весь смысл того, что мы делаем, это мы просто заметили, то, что равенства, которые у нас были, они очень красиво, как будто бы заравниваются за счет d x и d y. Да, да, да. И это, на самом деле, позволяет упрощать разные вычисления. Ну, в каком смысле упрощать? На самом деле, как бы концептуально ничего не упрощается. Если вы начинаете думать о том, как все это работает, вы приходите к тем же самым теоремопроизводной сложной функции, теоремопроизводной обратной функции и так далее. Но, ну вот смотрите, давайте пробуем сейчас привести пример, который у вас может встретиться. есть такая штука, называется эластичность. Я никогда не помню, что это такое, но кажется, это какая-то такая штука. Кажется, это какая-то такая штука, которая на самом деле есть... Ну, давайте я... Окей. Давайте я даже не буду произносить слово эластичность. Вот пусть у меня есть какая-то зависимость, скажем, P от Q. И меня сейчас интересует такой вопрос. Ну вот, обычно производная, она отвечает на такой вопрос. Насколько сильно изменится P, насколько изменится P, если Q прибавится какая-то дельта X. А если я задаю немножко другой вопрос. Если я хочу все изменения мерить в относительных величинах. Типа, на сколько процентов изменится P, если Q изменится на немножко процентов. То есть, насколько умножится P, если Q умножится на величину типа 1.0.1. Вот для того, чтобы отвечать на такие вопросы, нужно перейти от самих величин P и Q к их логарифму. это все равно, что бывает график, который нарисован на логарифмической шкале. Допустим, вот у вас может быть картинка, которая устроена так. Здесь по горизонтали откладывается, допустим, логарифм Q, по вертикали логарифм P. Давайте лучше я в обратную сторону буду смотреть. А, хотя ладно, P от Q, так P от Q. И здесь может быть нарисована какая-то картинка. Ну, вот что означает этот график? Этот график, он связывает то, как зависит логарифм одной величины от логарифма другой величины. И теперь давайте представим себе, что я хочу посмотреть на производную функции, которая задается вот этим графиком. Ну, как про это можно думать? Можно думать, что у меня была какая-то зависимость P от Q. Значит, теперь, что такое вот эта зависимость? Значит, я должен посмотреть на то, как зависит... Ну, окей, давайте попробуем нарисовать. Значит, вот у меня есть, вот у меня здесь есть P, здесь есть Q. И вот у меня была какая-то вот такая зависимость. Теперь я могу вычислить логарифм. У нас же наоборот стрелочка из Q в P, по-моему. Из Q в P, да, точно, наоборот. Вот так. Из Q в P. Теперь давайте я вычислил логарифм и той штуки, и другой штуки. Значит, вот у меня здесь есть отображение, которое называется логарифм. Значит, здесь получается логарифм P. И вот тут у меня есть тоже отображение, которое называется логарифм. Это будет логарифм Q. Теперь смотрите, меня теперь интересует, как вот эта величина зависит от вот этой величины. То есть можно думать так, что вот я раньше двигал вот эту точку и думал о том, как у меня двигается вот эта точка. Это просто зависимость Q от P. Дальше я могу двигать вот эту точку и у меня будут одновременно двигаться вот эта точка и вот эта точка. А теперь я думаю так, что я двигаю вот эту точку и у меня двигается вот эта точка через вот ту же самую зависимость. И меня интересует теперь производная вот этой штуки по вот этой штуке. Ну и давайте я покажу, как можно эту производную найти с помощью дифференциалов. Значит, можно сказать так, что вот я сейчас еще производную, которая записывается так. D логарифм P по D логарифм Q. То есть, как бы у меня вот этот логарифм Q это как бы независимая переменная, по которой я дифференцирую. И давайте посмотрим, что получается. Значит, кто такой дифференциал из-за логарифма P? 1 на P и умножить на дельта Q. Значит, это есть единица на P. Это есть единица на P. Ну, сейчас, смотрите, у меня на самом деле P это в свою очередь какая-то функция от какого-то своего аргумента. Поэтому на самом деле... Ну, то есть, вот смотрите, окей, давайте сейчас думать так. Давайте сейчас думать, что вот этот P это у меня просто переменная. Тогда, кто такой дифференциал логарифма P? А, это же производная от нашей функции логарифма P умножить на D Q, по-моему, D P. Ну, вот смотрите, на самом деле можно сказать вот так. Можно сказать, что это просто единица на P на D P. Вот если я думаю, что P это просто какая-то переменная, то вот это равенство, оно просто соответствует нашему определению. Ну, раньше мы писали, раньше мы писали, Раньше мы писали, что дифференциал от F от X это есть F' от X dx. Да, но теперь я вместо X пишу P, а все остальное сохраняется. Значит, у меня производная логарифма это просто единица на P. и здесь остается вот этот самый D P вместо вот этого DX. Согласны? Да, согласен. Вот. То есть, смотрите, что получается? Получается, что это есть вот такая штука. Значит, это есть единица на P D P. Возьминает ли, что будет написано? Единица на Q на D Q. Единица на Q D Q, да. И это и есть эластичность. И да, и дальше можно просто записать, что это есть Q деленное на P, а здесь у нас остается D P по D Q. А дальше вопрос, а где такое D P по D Q? Ну, что? Это производная P по Q. Это просто обычная производная P' взятая в точке Q. Вот. То же самое можно было бы вычислить с помощью теоремы производной обратной сложной функции. Давайте мы это сделаем, чтобы убедиться, что действительно это ровно то же самое. Смотрите, давайте как-нибудь я обозначу, значит, вот, давайте вот этот вот логарифм Q как-нибудь обозначу. Пусть он называется какой-нибудь другой буквой, пусть он называется буквой T, например. Значит, как у меня теперь устроена жизнь, что я хочу продифференцировать? Значит, я теперь хочу рассмотреть функцию, которая устроена так. Это функция, которая вычисляет значение логарифма P по вот этому T. Значит, вот сюда вот действует логарифм. Вот. Ну, давайте считать. Значит, кто такой? Вот пусть у меня есть функция H от T. Значит, пусть вот это вот это H от T. Значит, A. Как записать H от T с помощью моих функций? Вот у меня есть три функции. Значит, у меня есть функция P от Q и у меня есть вот эти вот логарифмы. Как мне записать, что такое H от T? Значит, я стартую отсюда отсюда. Какое первое действие я должен сделать? Возвести E в эту степень. Да, нужно вычислить, значит, я должен по T восстановить, чему равнялось Q. У меня зависимость вот в эту сторону, это вот этот логарифм. Значит, в обратную сторону будет зависимость экспонента. Значит, первое, что мне нужно сделать, это посчитать E в степени T. Так я получу вот эту точку. Значит, если здесь T, то вот здесь будет E в степени T. Это большая цепь. После этого я подействую на это E в степени T подействую функции P. Здесь я получу P от E в степени T. И после этого я должен на это P от E в степени T подействовать логарифмом. И получается вот такая штука. Ну, давайте найдем производную H от T. Это есть что такое? Это мне нужно посчитать производную логарифму, то есть написать в знаменателе P от E в степени T. А в числителе мне нужно написать производную P от E в степени T штрих. Давайте теперь смотреть. P от E в степени T чему равняется эта производная? Она равняется P штрих от E в степени T умножить на E в степени T и разделить на P от E в степени T. Ну, а теперь на самом деле можно заметить, что наш E в степени T это просто Q. Поэтому получается, что это и есть P штрих взятый в точке Q умножить на Q и разделить на P. То есть получается ровно то же самое. Вот. Но вот такое вычисление оно ну, как бы это такой шорткат. Это такой способ быстро записать нахождение какой-то производной, где вас интересует не вот производная P по Q, а производная какой-то функции, которая зависит от P, по какой-то функции, которая зависит от Q. Вот. Ну, вот просто с такими, вот с такого типа вычислениями вы легко можете встретиться, потому что в целом люди, которые уже привыкли к этим обозначениям и вот всей этой механике с дифференциалами, они как бы ее фигачат очень свободно. И вам тоже нужно привыкать к этому. Ну, вот я поэтому решил про это дело сейчас рассказать. Вот. Ну, вот такая история. А у нас не будет то же самое получаться, если мы будем делить DP на DQ. Думаю, что эластичность же вроде это, когда мы смотрим изменения какой-то одной величины, по другой. да, но эластичность это именно это именно как бы это аналог производной, но только для относительных изменений. То есть вот если посмотреть на вот эту вот штуку, то она показывает вот если думать про вот этот DP как про некоторый прирост, как про изменение цены, то вот что такое DP деленное на P? Это как бы относительный прирост. DQ деленное на Q это тоже относительный прирост, но только уже не цены, а от чего там будет объемы. И соответственно эластичность отличается от обычной производной тем, что она как бы все меряет в относительных величинах. Типа на сколько процентов увеличилось. То есть вот в таких вот штуках. Но формально математически это просто производная, но не исходной зависимостью P от Q, а как бы той же зависимости, но записанной в логарифмических координатах. Когда вас интересует зависимость не P от Q, а зависимость логарифма P от логарифма Q. Но это не то же самое, что DP под Q, потому что DP под Q это просто производная P''. А нам нужно эту производную P'', чтобы считать эластичность, нам нужно еще домножш на такое отношение. вот такую историю хотел сегодня рассказать. Да, значит, еще возвращаясь к началу лекции, к частным производным, частные производные тоже часто обозначаются в обозначениях Лебница, и часто обозначают вот так. F' по X часто обозначаются вот такой вот кругленькой D F по DX. F' по Y D F по DY. Значит, почему здесь используют вот такие вот кругленькие, а не вот обычные вот такие D F по DX? Ну, потому что за обычными зарезервирован вполне определенный смысл, который как раз связан с дифференциалами, и применение этого смысла здесь будет некорректно. Поэтому создан другой символ для этого. Ну, вот как-то так. Спасибо, до свидания. До свидания. Ну, да, до часа. Скоро увидимся. До свидания. Спасибо. . Спасибо.